Здравствуйте уважаемые телезрители! Большая концертная программа, спортивные соревнования, фейерверк, праздничный салют и другие массовые мероприятия состоятся в нашем городе уже в ближайшие выходные. Так мы будем отмечать день города. Самое время поговорить о этих мероприятиях подробнее, поэтому мы пригласили в нашу студию исполняющие обязанности начальника управления культуры администрации Артемовского городского округа Алину Кульбину. Здравствуйте Алина Александровна! Здравствуйте! План мероприятий давно готов, но там нет ничего нового и необычного. Как всегда торжественное собрание, возложение цветов, концерт. Или я может быть что-то не заметил, может быть вы приготовили и пока держите в секрете? В этом году мы очень масштабно отмечаем день города и день шахтера. К этому празднику мы приурочили также и мероприятия, которые проводились на минувших выходных в рамках Дня авиации. На Придворцовой площади состоялся большой праздник, улетная тусовка. С понедельника, со вчерашнего дня по всем территориям у нас стартовали выездные концерты, чтобы ни одна территория нашего округа не осталась без праздника. Кроме того, сегодня в Большом зале Дворца культуры угольщиков состоится творческий вечер, концерт Барда Вадима Захарова, который называется «Поэзия полета». Это тоже наш подарок городу, мы приглашаем на него всех желающих. В выставочном центре галереи у нас откроется достаточно большая выставка художников города Находка, которая будет называться «Находка для Артема». Ну и как вы отметили, в пятницу состоятся традиционные торжественные мероприятия. Возложение цветов к памятнику Артему, памятнику шахтерам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также торжественный митинг на мемориале «Шахтерская слава». Ну и в 16 часов в Большом зале Дворца культуры угольщиков состоится торжественное общегородское собрание, на котором по традиции будут вручены такие награды, как почетный гражданин, почетный знак, премия года, награды губернатора законодательного собрания и депутатов Государственной Думы. На эти мероприятия приглашаются все жители Артемовского городского округа? На эти мероприятия мы раздавали пригласительные. Они отданы на предприятия и руководители раздадут их своим сотрудникам. Ну хорошо, с пятницей все понятно. А что будет в субботу? Не только в субботу, но и в воскресенье мы на два дня запланировали мероприятие. В субботу праздничные мероприятия стартуют в 12 часов на Придворцовой площади. Там у нас начнут работать тематические площадки, состоится праздничный концерт, а также ярмарка «Добрый город Артем». Творческие площадки будут работать не только на Придворцовой площади, но и на территории парка культуры и отдыха. Там состоятся и спортивные соревнования по легкой атлетике, мини-футболу, а также показательные выступления по экстремальным видам спорта. Кроме того, запланирована литературная прогулка. Городской музей приглашает всех на пешеходные экскурсии, бесплатные, которые стартуют в 11 и в 15 часов от основного корпуса музея на Кирово 16А. На Придворцовой площади в течение всего дня будут работать тематические площадки, фотозоны и аниматоры. А вечерняя программа у нас стартует в 19 часов в парке культуры и отдыха. Начнем мы традиционно с коллективов нашего города Артема. И дальше программу в 20 часов у нас продолжат наши гости. Это группа «Ураган» из города Владивостока. Сразу хочу предупредить. Следующий вопрос. Шахтерский костер будет в этом году на традиционном месте. Алина Александровна, давайте мы до костра еще дойдем, выясним сначала, где будут проводиться эти мероприятия. Я так понимаю, что парк культуры и отдыха – это основная локация праздничных мероприятий в субботу. Да, основные локации будут расположены именно там. Придворцовая площадь, аллея и территория парка культуры и отдыха. Ну и сюрприз. Приглашенная звезда. Приглашенная звезда – это группа «Ураган». Наши гости из Владивостока. Их программа рассчитана на 2 часа. Начнем мы отмечать в 20 часов. Вся вечерняя программа, на мой взгляд, рассчитана на молодежь. А что в это время делать людям пожилого возраста? Сидеть у телевизора и смотреть программу телеканала «Лента»? Наши мероприятия рассчитаны на все возрастные группы. Каждому будет интересно на этом празднике. Раз уж вы затронули кинотему, хочу отметить, что у нас в пятницу и в воскресенье откроется кинотеатр «Под открытым небом». Он расположится в парке «Артемка». Начало сеанса в 21.00. Кроме того, для людей старшего поколения в пятницу в 18 часов состоится на Придворцовой площади творческий вечер, который называется «Как молоды мы были». Кроме того, на День города мы приготовили сюрприз. 27.00 в 18.00 на Придворцовой площади состоится большой концерт Оркестра Тихоокеанского флота. Мы надеемся, что это будет хороший подарок городу. Два года в нашем городе не зажигался шахтерский костер. А что будет в этом? В этом году традиционный шахтерский костер состоится на традиционном месте за Дворцом культуры угольщиков. Но и завершит праздник 27.00 традиционный праздничный салют. Какие учреждения культуры будут задействованы в праздничных мероприятиях? Так как День города – это наш общий праздник, все учреждения культуры принимают участие в этом мероприятии. Задействованы и детские школы искусств, и дома культуры, музеи, библиотеки. В общем, мы все трудимся над созданием праздничного настроения нашему любимому городу. Наверное, не только управление культурой и учреждения культуры. Мы готовим этот праздник в тесном сотрудничестве со всеми управлениями и муниципальными службами города. Начало осени – это обычно открытие нового сезона у работников культуры. Что в этом году планируется сделать в учреждениях культуры и вообще в культурной сфере города? Помимо Дня города мы, конечно, готовимся и к новому осеннему сезону. В наших домах культуры прошли капитальные ремонты. Подходит к концу капитальный ремонт дома культуры Любава. Уже завершен капитальный ремонт в доме культуры села Ясное. Как только мы закончим все работы, конечно, состоятся большие праздники открытия наших обновленных домов культуры. Небольшие ремонты косметические, конечно же, прошли во всех учреждениях. Четвертый корпус Дыши-2, который находится на Ватутино-4, мы отремонтировали капитально. Там заменена и кровля, и фасад, и внутренняя система вентиляции. Работы сейчас там уже подходят к концу, и 1 сентября школа распахнет свои двери для учащихся. Помимо ремонтов, конечно, делаем упор и на новые современные формы. В Историко-Краеведческий музей закуплено 2 комплекта видеостен, которые позволят расширить возможность оказания интересных новых услуг населению. Отмечу, что изначально мы планировали по нацпроекту «Культура» купить только одну стену, но в результате экономии у нас получилось закупить две. И теперь они будут располагаться и в основном корпусе музея, и в выставочном центре галереи. В библиотеке Артемовского городского округа принимают участие в программе библиотеки «Приморье. Перезагрузка». И в рамках этого проекта мы закупили новое оборудование и обновили два зала в центральных библиотеках – в центральной городской и детской библиотеке имени Макаренко. Кроме того, есть небольшая фишка. Мы приобрели в библиотеку интерактивного библиоробота. Он умеет проводить экскурсии, знакомиться с ребятами, проводит занятия по робототехнике. Этот робот мобильный, мы будем использовать его не только в библиотеках, и гости города и жители смогут познакомиться с ним и на выездных мероприятиях. Поставку мы ожидаем к концу сентября и надеемся, что сразу сможем пустить его в дело. Ваш оптимизм внушает робкую надежду на то, что культурная сфера, культурная жизнь нашего города будет полностью соответствовать своему предназначению. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания и до новых встреч в эфире. И обязательно приходите на празднование Дня города. Будем рады всем жителям и гостям Артема.